Добрый день, друзья! Сегодня с вами Владимир Добров и мы отправляемся на турнир Легенд. Турнир, организованный Карлсоном, который, безусловно, приковал внимание всех гурманов шахматного искусства. Сегодня мы посмотрим наиболее интересные моменты. Я приготовил вам три интересных темповых атаки, которые наверняка вас порадуют. Итак, приступаем к первой партии. Один из главных фаворитов любого соревнования Магнус Карлсон играл с Анишем Гирь. Итак, партия начиналась следующими ходами. Ферзевый гамбит, переходящий в защиту Рогозина. И Магнус применяет достаточно интересную идею. После хода А6 он возвращается на Д2. Ход слон Д2 становится популярным во многих подобных расстановках. Но вот зачем же он так сделал, сейчас мы все увидим. Итак, как ни в чем не бывало, Гирь сделал рокировку и Магнус мгновенно отреагировал с Ж4. Вот такие вот фланговые операции периодически приносят немалый успех. Особенно это касается коротких контролей. И безусловно перед черными становится серьезный вопрос, как реагировать. Потому что брать, конечно, на Ж4 в таких позициях крайне опасно. Ну, хотя бы заход в ладе Ж1, и начинаются проблемы. В черном приходится уже играть Х5. У белых везде есть простая игровая инициатива, связанная с королем. Ну, вот Гирь отреагировал по центру, как нас учили в шарахнутых школах. И поставил коня на Е4, таким образом обеспечив защиту от движения Ж5. То есть, вот ход Ж4 делался именно для того, чтобы вот эта вот пешка на А6 являлась зацепкой. Имеется в виду ход слон Ж5 и возврат на Д2. Итак, конь Е4, ферзь С2. Белые заканчивают, пытаются закончить развитие. Закончить развитие можно ходами Е3, слон Д3. Также, возможно, движение, связанное с ходом А4. То есть, главная задача белых – это быстрая атака на короля. И, в общем-то, подобные идеи применялись, естественно, и раньше. Был ряд партий. Вот, например, в славянской защите был известный вариант с ходом Ж4. Вариант Шабалова-Широва или Широва-Шабалова. Я, честно сказать, не могу, кто же все-таки был главным забойщиком. Ну, у Широва было немало побед красивых в этом варианте. А из ферзевых гамбитов Ж4 применялось не так, ну, как не то, что не так давно. Но, вот, помните, Момедиаров так играл в подобных позициях. Итак, Гири здесь отреагировал, мне кажется, не самым лучшим образом. Аниш сыграл С5, он решил пойти в очень острую борьбу. Стоило, наверное, предпочесть более спокойный ход Б6, сбегая вперед. Почему? Да потому что после хода С5 инициатива белых развилась сама собой. Мы сейчас увидим, как это произошло. Ну, вот, после Б6, скажем, А4, слон А6 даже не обязательно. Можно пойти просто слон Б7 и на Ж5 закрыть фланг ходом А5. Позиция черных весьма крепка, то есть здесь сразу не сказать, что у белых какие-то прям замечательные плюсы. У черных есть зацепки. Позиция крайне интересная. Значит, вместо этого Гири сыграл С5, ДС последовал. Ход мгновенно открывается теперь диагональ для слона. Также приоткрывается линия Д. И Б6, такая вот агрессивная идея от Аниша. После чего Магнус приступил к мгновенной атаке. Он сыграл с Ж5. Такой ход достаточно темповый, конкретный, вызывающий. Ну и сложный момент для Аниши настал. Что делать? Потому что брать на Ж5, по идее, надо. Потому что если ты не бьешь на Ж5 в такой ситуации, то, скорее всего, ты гибнешь просто за счет того, что белые дальше спокойно развивают инициативу. Ну вот Ажи он съел, но последовал еще и Ход Х4. Посмотрите, как атакует чемпион мира. Начинает вскрывать. И еще линия Ж4, Конь Ж5. Пробивает таким образом главную фигуру черных, главного защитника. И мы видим, что у черных даже нет времени на ход Конь БЦ3 из-за мгновенного мата на Х7. Брать на Ж5 также не рекомендуется. В этом случае открывается линия Ж. И позиция черных становится критической. Аниши сыграл их 5. Ну, после хода Слон Ж2 мы видим еще одну фигуру белых развивается. То есть, вот видите, как снежный ком. Инициатива белых развилась крайне быстро и крайне неприятно. Аниши все-таки взял БЦ и еще один темповый ход. То есть, белые готовы попрощаться с пешкой на Х2. Но разорвать просто центр. И этот момент, конечно, очень красиво был исполнен от чемпиона. И черные не успевают закончить развитие фигуры. Их не выведены. Угрожает, как минимум, взятие на Х4 двойное с полным параличом позиции. Но Аниши все-таки съел на Ж5. Открылся еще линия Ж. Мы видим после король Б1. Позиция, конечно, черных уже безнадежна. Но играть все равно надо. Бороться надо. Аниши известный боец. Попытался он откупиться качеству. Но король белых в безопасности. В отличие от короля неприятеля. И вот предложил даже Магнус просто спокойный техничный ход ферзь Д2. Предложил размен ферзей. После чего партия перетекала бы в техническую фазу. Но опять-таки так или иначе она и так перешла в техническую фазу. Ну и после некоторых еще ходов. Может быть здесь был ход Ладья Аш-8. Неплохой. Который, наверное, побеждал сразу. Магнус прошел мимо этого удара. Но так или иначе перешел все равно в выигранную позицию. И дальше достаточно легко одолел Аниши. Ну что ж, классная вот эта атака. Мне понравилась она. Я поэтому хотел вам показать такой, в общем-то, сюжет небольшой. И мы переходим к следующей партии. Которая была, наверное, многие с ней уже давным-давно знакомы. Тем не менее, мы должны ее отметить. Это партия Яна Непомнящего. Который сейчас великолепно бьется. Значит, наравне с Карлсом. Буквально завтра у них уже почный матч. Значит, и посмотрим, что Ян. Завтра сделает с Магнусом. И вот у Магнуса, точнее, прошу прощения, у Яна была вот такая партия с Ден-Леженем. В первых турах. Которым Ден-Лежен играл черными. И здесь тоже, опять-таки, мы сейчас увидим достаточно темповую игру. От нашего ведущего гроссмейстера. Шотландская партия. Известный вариант. Янова играет уже очень много лет. И играет успешно. Шотландка на высоком уровне применялась очень многими сильными шахматистами. Самим Каспаровым в свое время. Ну и, в общем-то, Ян вот тоже здорово применял ее неоднократно на разных турнирах. И вот в этой известной позиции, где белые обычно играют Б3, переходя к основным веткам, я насуществил достаточно свежую такую идею, которая, конечно, ставит некоторые трудности перед черными. Мы видим, опять-таки, движение пешки на фланге. И вот после хода Ф6 возникла замечательная совершенно позиция. Ход ладья Аш-3. Вот такой вот прикольный крутой ход, который, конечно, заслуживает внимания. Ладья по третьему ряду очень мобильна. Она может располагаться где угодно совершенно. И, в общем-то, тревожить как белопольного слона, так и, в общем-то, и где-то и центр черных. ФЕ слон Ж5. Вот для чего ход Аш-4 нужен. То есть многофункциональный ход получился. И после кони Ф6 ладья начинает работать. Итак, ладья А3 заставляет черных сыграть Д6. Теперь мы видим, что ферз от поля Б4 отсоединен. То есть какие-то дополнительные шахи, вылазки в черных теперь нет. И после вот этой проблемы еще возникает после этого хода. Это пешка на С6, которая является такой ключевой слабостью, наверное, черных. И вот мы сейчас увидим, как дальше Ян развивал инициативу. Он пошел в ФСФ3, напал на эту пешку. Мы видим, что ход слон Б7 невозможен сейчас. Хотя кажется, что, наверное, так сыграть можно. Но, например, после ладья Б3 мы видим, что этот ладья работает сразу со слоном. Длинная рокировка. Белые могут, скажем, сыграть С5 с идеями взятия на Б7. С последующим слон А6. Какие-то красивые маты возможны. Но это, в общем-то, доброски. И сыграл Е4 день. После ферзь Д1 ферзь теперь готов поработать со слоном с этого фланга. Поэтому приходится открывать, опять-таки, идею возможности с ходом ферзь Б4. То есть парируя ферзь А4. Но теперь в бой вступает конь. И мы видим, что за центром наблюдает конь, который перевязан. В общем-то, здесь инициатива белых бесспорна. Динь попытался ее погасить ходом слон Б7. Но последовало взятие. И последовало еще одно простое взятие. И еще одно взятие. И, казалось бы, все вроде бы неплохо. После хода слон бьет Д5. Так как ферзь бьет Д5. Ход просто плох из-за хода слона Б4 шаг. И выясняется, что теперь белые проигрывают партию. То есть у них нет хода король Е2 хотя бы из-за ферзь бьет Б2. Так и нет хода король Д1. И, ну, как минимум, из-за хода ладит Д8. Но идея была не в том, чтобы съесть этого слона. А идея была дать промежуток. И вот идея очень классная. Тактическая. Освобождается поле Ф1 для короля. То есть слон С6 и ферзь. Не Д5, а ладь бьет Е4. Предварительный шаг. Организуется на Е4. Очень красивая связка. Слон Е7 и вот этот темповый ход ферзь Д5. Обратите внимание, такой классный ход ферзь Д5. Врыв ферзя с нападением на слона. Брать на Б5 нельзя теряется на А8. И как минимум на А8. А может быть что-то еще. Может быть белые возвращаются и съедают слона. Но мы видим здесь тотальная доминация произошла. Буквально через несколько ходов возникла вот такая позиция с многочисленными угрозами. В итоге этой операции белые получили лишнюю пешку, атаку. Ну и выигранную позицию. То есть оставалось здесь только аккуратно добить. Ну здесь вот у Яна произошел не то чтобы какой-то заскок. Но мне кажется можно было сыграть чуть поаккуратнее. Он и сам это признал после партии. Потому что позиция выиграна как угодно. Но он дал небольшой шанс. Дин Лежень. Он сыграл Ладья Д1. Дин Лежень сыграл Ж6. Ладья Д3. Король Ж7. Чёрный пытается убежать из этой поганой вот этой вот ситуации. И после Ладья Д3 Ферзь Б2. Ладья Д7 Король А6. Кажется что Чёрный Король должен погибать. Но не всё так просто. И вот вроде как ход Ж4 естественный. Вроде как напрашивается. Однако в этой ситуации у Чёрных был ресурс на спасение. Об этом заметили немало других гроссмейстеров и просто шахматистов, которые разбираются. Значит здесь Чёрные могли осуществить манёвр Ферзь А1. После которого ничего лучше нет чем ход Король Е2. И Чёрные могли здесь сыграть Слон Б4. И во всех вариантах здесь Чёрные спасаются. Но вот в партии последовал другой ход. По сути дела непростой Ферзь Б1. Это явилось ошибкой. Потому что после хода Король Е2 Слон Б4. У Белых возникла очень красивая идея. Я честно говоря когда её увидел. Просто обалдел от такого. Потому что ну поверить было сложно. Но всё прояснилось. Итак Ладья Д4. Белых играет Ладья Д4. И после Ферзь Б2 у них была такая вот идея. Пойти Король Ф1. И на взятие Ладьи на Д4. Белых играет Ж5. Король Х5. И делают фантастический совершенно красоте ход Ладья Ф4. С угрозой матаной Ф3. Ну вот поверить в такой какой-то невероятный этюд. Полный. На доске все тяжёлые фигуры. Куча вроде бы шахов. Но нет защиты от мата. Причём жертвуется позиционно. Ладья. Точнее настолько красиво. Ну конечно заслуживает внимания позиция. То есть как минимум. Для попадания в любой журнал. В любую подборку. Ну вот. Был такой момент в партии. Да. Но. День видимо этого видел. Конечно. И пошёл Ладья Е8. Но здесь он проигрывает сразу. Потому что после входа Король Ф3. Последовал ещё шаг. Король ушёл. Шаг. Король ушёл. И от хода Ж5. Нет защиты. Ж5. Там ещё с Х7 Ладья подключается. Теперь. Ну. Попытался день как-то убежать. Но после хода слона Ф3. Коробочка. Опять таки. Закрывается. И возобновляется идея хода Ж5. Блестящая победа Яна. Мне очень понравилась эта партия. Она такая тоже темповая. И напор. И идея. И вот мы видим. Что такие вот шахматы сочные. Они конечно. Придают. Придают такого вкуса. Это любителям шахмат всего мира. Итак. И последняя партия. Которая буквально случилась вчера. Это партия Магнуса с день лежения. Опять таки день лежения попал под раздачу. Но эта партия примечательна тем. Что просто Магнус здесь знал теорию гораздо глубже чем день лежения. Применил очень классную идею. И затем тоже провёл мощную атаку. Итак. Смотрим что было в этой партии. Здесь у нас возник один из самых острых вариантов. Антимосковский гамбит. Так называемый оружие. Известнейшее оружие Алексея Дреева. И многих других сильных шахматистов. Ну Алексей Дреев у нас защищал всегда бастионы черных. Ну вот и смельчаков кто атакует эти бастионы становилось всё меньше и меньше. Но вот пытаются всё равно находить какие-то идеи. Потому что позиция всё-таки является форсированной. Я и сам её играл. Играю за чёрных. Поэтому здесь достаточно много интересного можно увидеть. Настоящий боевик. И вариант слон Е2. Слон Б7. Достаточно популярный. И как я уже сказал. Белые стремятся за счёт инициативы разбить вот эти вот бастионы чёрных. Чёрные же стараются укрепить эту пешку. И как бы остаться с лишней. И быстро партию перевести в техническое русло. Но скучно здесь никогда не бывает. Итак. Рокировка. Конь Д7. То есть всё это по привычному сценарию. Фигуры развивались. И вот здесь Магнус делает не самый популярный. Но видимо очень ядовитый ход. Конь Д2. Конь Д2. То есть конь идёт в центр. То есть белый готовит Е5. И конь будет направляться на Е4. После чего освобождается поле для слона. Это поле Х5. Который работает с пешкой на Ф7. То есть вот в этом основная генеральная идея белых. Которую сбегая вперёд Магнус и осуществил. Ферз Б6 сыграл день. А4 цепляет с другого фланга. Ход необходим для поддержания инициативы. При случае можно использовать линию А. После проведения чёрных. С5. Е5. И вроде как ничего такого не происходит. Конь Д5. Форсированная игра. Конь идёт на Е4. Ну и чёрным так или иначе здесь надо что-то делать. То есть либо они должны делать длинную рокировку. Либо всё-таки играть в С5. С5 смотрится самым натуральным. Но после этого хода на самом деле обратного пути нет. И смотрите что произошло. Конь бьёт Д5. Слон бьёт Д5. Как правило если чёрный проводит С5. У них обычно всё в порядке. Но здесь вот проявляется именно конкретика. Конь С3. Конь пробивает слона на Д5. Слон в случае возврата слона на БСебеля на С6. Моментально последует врыв ходу на Д5. И чёрный похоже гибнет очень быстро. Поэтому день пошёл вообще тяжкий. Вот так вот уже на каком-то 17 ходу. Проблема не то что существенная. А уже критически. Конь бьёт Д5 ЕД. И мощный ход слон Х5 с угрозой Е6. То есть опять-таки идёт такая темповая темповая атака. То есть вот так и нужно атаковать в шахматах. Грозит Е6 с подключением ладьи. Поэтому чёрным здесь дорог. Хороший совет. Длинную рокировку делает. Это тоже самоубийство. Хотя в принципе дорог совет в плохой позиции. Позиция уже неприятная. Но стоило холодно защищаться слон Е7. И после Е6 продолжалось поддержание инициативы. Я думаю, что вот эта критическая позиция была на доске. Ну и скажем теперь ладья Е1. Такая тут позиция, в которой белые продолжают напрягать. Могут слон Ж4 или ферзь Ж4 сыграть. То есть идей у них достаточно немало. Но так чёрные всё-таки ещё держались. И в принципе визуально ещё не так всё ясно. Хотя белыми конечно играть такую позицию одно удовольствие. Ну последовал ход конь С5. После чего упала центральная пешка. Опять-таки установилась идея связанная с ходом Е6. Висит ещё и на Д5. Защитился день ходом ферзь Е6. Но Магнус его дальше щупает ходом слон Ж4. На конь Б3 опять всё защищено. Ферзь С6. И после взятия, осуществлен был ещё и прорыв ходом Е6. То есть он не дал ему ни секунды на отдых. То есть мы видим чёрные так и не развились в этой партии. После ФЕ слон Е6. Белые добираются до короля. Мы видим здесь совершенно страшная ситуация для Диня. И в этой позиции после хода слона Д5. Конь Е1. Ферзь Ф3. Он просто-напросто остановил часы. Мы видим, что лишняя ладья на доске. Но играть совершенно нечем. Угрожает ладья Е1. Ну помимо того, что ещё и конь висит. То есть король просто-напросто не успевает, как говорится, найти убежище в этой партии. Ну что же, вот такие три замечательные атаки на турнире Легенд. Естественно, партии было сыграно немало. Очень много ошибок. У нас на данный момент лидирует Карлсон. За ним идёт Ян Непомнящий. Капитам следует. Будем надеяться, что именно Яну удастся навязать нужную борьбу. Карлсону и, кто знает, кто знает. Поэтому поболеем за наших. За наших, прежде всего. Ну и пожелаем всем остальным, кто пока ещё не начупал свою игру, успех. До новых встреч. С вами был Владимир Дабров. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok